МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА База огнем и вратавание житцев. Напереды дни дня пожарной службы областное управление МНС огучило выники работы. Под белыми крылами у Буды-Кошалеве пройшел конкурс юных выканавцев. У ближайшей 10 хвилин про это и иншее больше подробязно. Старшиня Гомельска Хаббл-Канкама Владимир Дворник повеншавау переможцев и призеров 23-летних дефлимпийских гульнив, которые в эти дни проходят в турецком городе Самсун, а также их тренеров. Гомельские спортсмены принесли ускорбонку белорусской команды пять узнагород – три сребряные и две золотые. Медалистами стали плывцы Оксана Петрушенко, Мария Рудько и Анастасия Филипчик, а также легкатлет Роман Гралько. Своим близкучим поспехом вы еще раз подтвердили высокий узровень белорусских спортсменов. Вы показали соправдное мастерство и непохисную волю до перемоги. Учарговый раз доказали, что белорусская земля богатая талиновитыми спортсменами. Примите самые ширые веншавания и пожадания здоровья, поспехов и новых близкучих перемог, говорится о веншавании. Больше подробно про поспехи гомельчан на дефлимпийских гульнях расскажет Максим Савин у спортивном аглядзе на Беларусь 4. Глядзите одразу после выпуска новинов. А зараз до инших тем. Завтра в Беларуси будет означаться День пожарной службы. С якими выниками вратовальники гомельчаны подошли до профессийного свята, журналисты региона доведались на пресс-конференции керавництва областной структуры. Ганна Ковалева с подробностями. 25 липня 1853 года было зацвержено створение пожарной части в Минску. В тот же час начали появляться подразделения по всей Украине. С того момента прошло 164 годы. Многое изменилось. Сегодня супрацовники МНС выполняют весь спектр аварийно-вратовальных работ. Ликвидация пожара, выратование потерпелых, разбор завалов и даже нейтрализация отрудных речевов. Но в сброении не сучасная техника. Вы, наверное, заметили, что уже старенькие зилки, как раньше стояли у нас на вооружении, они уже, в общем-то, исчезли. Особенно в областном центре у нас техника вся имеет тоннаж, перевозимый огнетушащего вещества, 5-10 тонн. Скажем так, на вооружении области уже у нас находится 40 автоцистерн тяжелого типа 10 тонн. С такими машинами можно тушить пожары у отдаленных вёсках, где нема ни водозабеспечения, ни водоёмов. А подъёмная техника дозволяя ротовать людей с любых вышинь. Укладом в безпеку стало сёлетнее открытие нового пожарного ТПУ в ВЕЦИ. В уголе ЗАРС Гомельское областное управление по надзвучайных ситуациях – один из наибуйнейших гарнизонов в Украине и по колькости супрационников и по техничным оснащениям, на достойных позициях и по статисты. Раньше у нас 12 детей погибало. 10 лет назад у нас на Гомещине средняя гибель детей на пожарах было 12 человек. 12. Сейчас у нас один. Для нас это трагедия. Мы ещё и будем хватаетствовать выработки тем службам, кто не доработал. При этом безпеках это агульная справа усягу громадства. Так часом худко приехать на пожары, махчима вырытывать житё. Пожарным перешкоджают иншие водители, которые просто не соступают дорогу. Я скажу, что минута пребывания на месте пожара – это часом кажется, особенно если горит твоё жилище. Поэтому каждая минута на счету мы пытаемся как можно быстрее прибыть к месту пожара. Но есть граждане, которые даже видят, что едут пожарные машины, но он всё равно едет поперёк, не уступит, не прижмётся. При всех складанностях службы с кожным ходом уся больше вырытованных жителей. За опошние 5 ходов их 834. Дякуючи пожарным оповещальникам, в области вырытовано больше 90 дорослых и 20 детей. При этом сегодня сталку робец не только на профессийный узровень и технику, али и на профилактику. Акцент на работе с детьми, клубы юных вырытовальников пожарных, акции, телераты, передачи и иншие формы работы, про выники якой – говорить лишь бы статистики. Гибель детей снижена в 8 раз. Количество травмированных людей на пожарах снижено на 49%. С 2012 года, то есть как раз за 5 лет, количество пожаров снижено с 1040 до 838. Гибель людей на 48%. До профилактичной работы притягивают самые розные службы – от социальной и ЖКХ до наркодиспансера. Сбавлять обороты не сбираются, нас упрать. Так, дели профилактики все больше заденечают информационные технологии и интернет, бо лепш загадя научить людей жить в безпеце, чем потом, разыгуючи, выратовывать их с полами. Ганна Ковалева, Александр Харлампов, Телерадо-компания «Гомель». Сельско-господаршие предприемства у всех 21 районов в области начали массовую уборку зерневых культур. По оперативных даденых обмолочено больше за 30 тысяч гектаров, або 8% до плана. Собрано свыше 80 тысяч тонн сборжа. С них больше за 20 тысяч тонн, на рахунку Речицкого района. Тут же, однозначно, и самая высокая урожайность – больше, как 33 центнеры с гектара, при середней по области 27,3. С Речицкого района сюжет Дмитрия Котова. На палетках КСУП «Агрокомбинат Холмеш» працуют 10 комбайнов. Механизаторы повинны убрать 3000 гектаров. Коли на дворе не будет перешкоджать, это отримается зарабить приблизно за два тыдни. У сонешний день тут намолочуют до 900 тонн. Коли часом идёт дождь, то это лишь бы снижается у некольки разов. Зараз уборочная проходит на площах, які крыху потерпели у вынику засухи. Тут отримливают 43,7 центнеров с гектара. Але коли фронт работ переместится на іншой земле, урожайность повысится до 50 центнеров. Весна была затяжная, длинная, долгая. Плохо для нас было то, что у нас она была засушливая. Вот везде шли дожди. У нас практически за три месяца хороших дождей не было. И вот это сказалось и на развитии растений. Ну, чтобы так сильно сказалось на урожайности, я думаю, что получим мы не меньше, чем в прошлом году. Мы так планируем и виды на урожай показывают. Ну, всё зависит от погоды. Если не будет никаких катаклизмов, изменений, я думаю, урожай мы получим и вал зерна не меньше прошлого года. Некоторые земли потерпели у вынеку засушливой весны и у Каугасе 50 годов кострышника. Однако на планы господарки это не повплывало. Тут и упевнены в добрых перспективах уборочной кампании. Урожай планует не меньше за минулогодний – 7 тысяч тонн сбожжа. Это гахопить, как забеспечить живелогадовлю якосными кормами и реализовать зерню в кошт держзаказа. У сего на комбинаты хлебопродуктов региона необходимо поставить 770 тонн пшаницы, жито и олса. Задача будет выполнена в ближайшие дни. Все зерно, которое получим, хватит для того, чтобы рассчитаться и допродать необходимое количество государству. В настоящее время большое количество мы отправляем на хранение на комбинаты с той целью, чтобы в дальнейшем с него сделать комбикорма и мы используем для своего животноводства. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокампания «Гомель», Решицкий район. Для школьников и студентов летняя пора – это час откласти подручники, отриматься салоду от бесклопотного життя и доброго отпочинку. Но все больше молодые мкнутся сумешать каникулы с працей. Студентские отрады БРСМ заняты у сельско-гасподаршей, медицинской, будовничной и инших галинах. Молодые, энергичные и метанакерованные – минавито такие активисты БРСМ, что год працуют на территории Ксу-Брыльева. Студенты допомагают аграриям на полях и у цеху по перепрацову Цыгародниным. На консервовом заводе зараз працуют 15 помощников. У кожного свой фронт работы – от укладки оформления до инспекции готовой продукции. Зараз тут и де консервация зеленого горошку. За сутки с конвейера сходят коля 100 тысяч консервовых слойков. Я в том году тоже работал здесь в августе месяце. Ну, вроде понравилось, я решил еще раз попробовать, только уже на горошке. Так что я вот пришел на один месяц, и потом в августе уже можно отдохнуть. Заработаю деньги, отдохнем. На море поедем с девушкой. У Будокашалеве прошел конкурс «Пад белыми крылами». Его удельники – это коля сотни коллективов и вокалистов с Гомельской, Могилевской, Брестской областей и Минска. Юные артисты спаборничали у пяти номинациях. Пераможца Гран-Пры отрымал 500 рублей. Спецпрессу подобанному конкурсанту уручил гость фестивалю удельник «Еуробаршения-2015» Руслан Асланов. Я выбираю сам, вместе с членами жюри, я прослушиваю всех участников и выбираю тех, будь то это вокалист, будь то это хореография. И все время мне очень тяжело выбирать кого-то единого, который именно впивается в нашу душу, именно своей харизмой. «Основная цель – это объединить и познакомить между собой творческую молодежь нашего района. Ежегодно растет количество участников, так как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы. Растет география. Безлежащие соседям, мы их приглашаем, не всегда получается у них приезжать, но иногда приезжают». Конкурс «Пад белыми крылами» проходит уже у 15-й раз и примиркованный до дня створения Будокашалевского района. Далее у эфира «Спортивный агляд» с новинами спорта вас познайомить Максим Савян.